А сейчас о главных темах выпуска более подробно. Погашение долгов по заработной плате и предприятиями края стало темой совещания под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Оно прошло в режиме видеоселектора. В Белореченской студии глава района Иван Имгрунг, его заместитель, представители финансового управления, налоговой инспекции, службы судебных приставов межрайонной прокуратуры. В начале совещания были озвучены несколько цифр, которые характеризуют нынешнее состояние дел в рассматриваемом вопросе. На сегодня более 120 предприятий края имеют задолженность перед своими работниками. Общекраевая цифра 550 миллионов рублей. 10 тысяч кубанцев вовремя не получили свои заработанные деньги. В большинстве случаев возникшая задолженность перед работниками это не результат экономического кризиса или проблем экономических в целом стране или в регионе. Это просто произвол работодателя. Вот и все. Требуя ликвидации задолженность от предприятий бизнеса добавил глава региона необходимо держать под контролем выплату заработной платы в государственных и муниципальных предприятиях. То есть власть своим примером должна показать, зарплату необходимо выплачивать вовремя. Это же касается и расчетов по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Между тем, краевая задолженность исчисляется уже десятками миллионов рублей. В крае прокуратурой возбуждено 46 уголовных дел по невыплате зарплат. Службой судебных приставов арестовано имущество на сумму более 160 миллионов рублей. Половина этой суммы уже поступила для того, чтобы выплатить людям положенную зарплату. По предписаниям Краевой трудовой инспекции только за ноябрь работодатели выплатили почти 4,5 миллиона рублей. До конца года поставил задачу губернатор работникам всех предприятий края должна быть выплачена заработная плата максимально. Татьяна Шилецкая, Сергей Гриценко. События и люди.